Что если вы лечите шум в ушах неправильно? Это не возрастные изменения, а попытка организма сообщить о скрытой проблеме со здоровьем. Что вы делаете не так, если шум не проходит или появляется снова? Возможно, лечащий врач не учел всего, что вызывает шум в вашем случае. Посмотрите наше видео, и вы узнаете, как убрать шум из ушей и не оглохнуть насовсем. Ведь шум может быть одним из первых признаков потери или снижения слуха, и это можно вылечить только в первые три дня. Увы, многие об этом узнают слишком поздно, когда нормальный слух уже необратимо потерян. Как этого избежать? И как в пожилом возрасте убрать шум в ушах и не допустить его появления? На этом канале вы узнаете и о традиционных техниках, и о методах альтернативной медицины, которые помогают избавиться от назойливого шума и поддерживают слух в норме. Расскажу сегодня. Что усиливает шум, а что уменьшает? Какие лекарства вызывают в ушах гул и шуршание? Какое упражнение избавляет от шума за один день? Как убрать шум в ушах, изменив питание? Какая точка за ухом выключает звон и писк? Когда надо срочно бежать к врачу, иначе оглохнешь. Что делать, если шум не проходит? Как не оглохнуть от шума в ушах? И как восстановить нормальный слух? И я не просто расскажу вам о причинах проблемы, но дам вам четкий план, как действовать, если появился шум в ушах. А эксперт нашего канала расскажет вам о том, что необходимо делать при шуме в ушах, чтобы избавиться от него навсегда. Итак, начнем с вопроса. Откуда шум? Любой шум в ушах или тиннитус, как говорят врачи, это симптом какого-либо расстройства. Сбой в вашем организме дает ощущение звона, шума или гула в ушах без внешнего источника звука. По данным статистики, такой шум встречается примерно у 10-15% людей, и чем старше, тем чаще. С возрастом происходит естественное снижение слуха из-за повреждения волосковых клеток во внутреннем ухе. Они очень чувствительны и не восстанавливаются. Что же получается? Зволь, жужжание или шипение в ушах? Это естественный симптом старения? Нет. Хотя возрастные изменения неизбежны, шум из-за старости не обязательно возникает у всех пожилых людей. Можно и в 70, и в 90 слышать мир без шумовых помех. Вот вам пример. Известному дирижеру и художественному руководителю Мариинского театра Валерию Гиргиеву уже за 70 лет. А слух у маэстро феноменальный, как и работоспособность, кстати. И это тот самый случай, когда проявляется активное долголетие. Вы можете слышать так же хорошо, как он, чисто, ясно, без шума. Что для этого нужно? Понимать, откуда шум. Прежде чем пробовать на себе совет из интернета и что-то капать в уши или принимать внутрь, надо разбираться в причинах, чтобы себе не навредить. Поэтому для начала ответьте на вопрос. Какой у вас шум? На что похож? Он свистит, шупит, пульсирует, гудит или шелестит. Чуть дальше я расскажу, какие проблемы дают какие-нибудь шумы. Так как шумит в ваших ушах? Шум, который слышите только вы, может проявляться по-разному. Быть с одной или двух сторон, шумить постоянно или время от времени. Некоторые люди описывают его, как звук ветра или плеска воды, или даже словно кто-то что-то шепчет на ухо. Любой шум, который не проходит, безусловно мешает спать, думать, общаться, да вообще не дает нормально жить. Из-за шума человек раздражается и плохо спит. У него болит голова и скачет давление. Возникает чувство тревоги и может даже дойти до депрессии. Самые частые осложнения – это психоневрологические болезни, тревожные расстройства, панические атаки, фобии. А при сахарном диабете шум в ушах повышает сахар в крови, поскольку усиливает тревожность. Что шумит в ушах? Шум в ушах может возникать по различным причинам, связанным с состоянием сосудов, уха и нервной системы. Наиболее часто шум в ушах вызван движением крови по сосудам. Если сосуды сужены, кровь проходит через них с трудом и создает звук, похожий на шум воды, как если бы в узкую трубу дали сильный напор. Вы можете слышать даже не шум, а писк, например. Часто шум из-за проблем с сосудами бывает пульсирующим. Чтобы убрать его, надо заниматься сосудами. Некоторые специалисты считают, что шум эффективно лечится правильным дыханием, поскольку в крови и в головном мозге изменяется соотношение кислорода и углекислого газа, и это влияет на тонус сосудов и кровоснабжение внутреннего уха и головного мозга. Я спросил у нашего эксперта, помогают ли правильные дыхательные упражнения от шума в ушах. Если мы говорим про пациентов с какими-либо неврологическими нарушениями, то да. Дыхательная гимнастика прекрасно помогает снять напряжение, тревожность. Тем самым шум в ушах у данных пациентов может уменьшиться. Шум в ушах может быть побочным эффектом от приема некоторых лекарств, таких как антибиотики, нестероидные противовоспалительные препараты, некоторые антидепрессанты, гиуретики и анестетики. Эти препараты могут негативно влиять на слуховой аппарат, вызывая звон или свист. Среднее ухо может страдать от отита и других инфекций, что также вызывает шум в виде шипения. Кстати, также будет шуршать в ухе, если в него попала вода. Интересно, а какая же причина появления шума в нашем возрасте самая распространенная? Самой частой и самой распространенной причиной шума в ушах в пожилом возрасте является нейросенсорная тугоухость, или как ее еще по-другому называют, сенсорная тугоухость. При данном диагнозе шум в ушах – это один из симптомов проявления заболевания. Пациенты часто жалуются на высокочастотный шум, или, как описывают его своими словами, писк в ушах. Чаще всего беспокоят в спокойной и тихой обстановке. Напряжение в шее и челюсти, спазм лицевых и жевательных мышц тоже вызывает шум в ушах. Ведь когда мышцы непроизвольно сокращаются, возникают вибрации, которые передаются через ткани и кости к внутреннему уху. Поскольку жевательные мышцы находятся поблизости от слухового аппарата, человек слышит шум. Ну а стресс может ухудшить ситуацию, еще сильнее зажав мышцы. Более того, шум может появиться исключительно из-за стресса, без каких-либо патологий со стороны ушей. Ну вот, опять я вам про стресс говорю. А что поделать? Ведь когда вы нервничаете, вы напрягаетесь, то есть возникает мышечное напряжение, и как следствие сосуды словно зажимаются между мышц, и появляется тот самый пульсирующий шум. Во время стресса нервная система, как оголенные провода, крайне чувствительна, и вы начинаете слышать внутренние шумы, которые в спокойном состоянии даже не заметили бы. Именно на фоне стресса и расстройств нервной системы возникает так называемый нейросенсорный шум, который возникает из ниоткуда. Как справиться со стрессом? Физическая активность. Займите себя делом или спортом. Можно навести порядок в кладовке или шкафу, выйти на улицу, погулять или покопаться в огороде. Это отвлекает от тревожных мыслей и на физическом уровне уменьшает проявление стресса. Ведь во время спортивной или рабочей нагрузки вырабатываются гормоны, которые повышают настроение. Но есть один нюанс. Если у вас проблемы с сосудами или хронические заболевания, то сильная нагрузка может ухудшить состояние. Выбирайте щадящие виды физической активности, такие как плавание или прогулки на свежем воздухе, и старайтесь не нервничать и полноценно питаться, получая все необходимые в нашем возрасте витамины и минералы. Ведь, например, железодефицитная анемия, то есть недостаток железа в организме, тоже дает шум в ушах. Что еще можно делать, чтобы сохранить слух в серебряном возрасте? Следить за состоянием мышц и позвоночника, не допускать травм головы и шеи. Да-да, проблемы с шейным отделом позвоночника также могут вызывать шум в ушах. И об этом подробнее прямо сейчас. Почему шумит в ушах при проблемах с шеей? В шее проходят важные кровеносные сосуды и нервы, которые снабжают головной мозг и органы слуха. При остеохондрозе или грыжах межпозвоночных дисков сдавливаются сосуды и нервы, что ухудшает кровообращение и нервную проводимость. Ухо и слуховой нерв плохо снабжаются кровью и кислородом, и появляется шум. В этом случае помогут упражнения для шеи. Медленные и мягкие наклоны головы вперед-назад и из стороны в сторону, и неторопливые повороты головы к плечам. Резко не делайте. В данном случае прекрасно поможет самомассаж шейно-воротниковой зоны, массаж грудиноключично-сосцевинной мышцы, это такая большая мышца, которая крепится к сосцевинному отростку с одной и с другой стороны, массаж около ушной области и ушных раковин. Но ни одно упражнение не поможет вам за один день, если есть серьезная проблема. Любые упражнения нужно делать регулярно. Должно пройти время, чтобы кровообращение наладилось. И вы можете помочь организму улучшить кровообращение в сосудах, шеи и головы, чтобы убрать шум в ушах. Например, спать на подушке с микросферами. Об эффекте микросфер и их действии много отзывов, но всегда лучше послушать того, кто пользовался. У вас проблема с шеей, болит голова, шум в ушах, ухудшается зрение, болят плечи и отнимаются руки. То же самое было со мной. Вы знаете, эту проблему решить есть очень простой способ. Изделие с микросферами. По ссылке заходите вниз и покупайте подушки, бандажи, повязки, которые могут полностью решить эту проблему. С 28 лет я мучилась этой проблемой. До 57. До тех пор, пока не купила подушку. И это стало смыслом всей моей жизни рассказывать вам об этом. Это первая проблема, которую я решила в течение нескольких лет, которая мучила меня свыше 30 лет. Итак, я желаю вам узнать эффект этих изделий, потому что внутри находятся просто стеклянные шарики натриево-боросиликатные от 15 до 200 микрон. И они отражают наше тепло. И начинается физиопроцедура. Она снимает воспалительный процесс, грыжа уходит, и у вас восстанавливается состав позвоночников. Я вернула сантиметр роста. И позвонила женщина, которая вернула 3 сантиметра роста. И абсолютно забыла боли в шее. Посмотрите, как у меня движется голова право и влево. А я не могла бы повернуть на 30 градусов голову. Чего желаю и вам. Заходите по ссылке. Как и в случае с упражнениями, ждать от физиотерапевтических подушек или иных устройств мгновенной нормализации кровообращения и исчезновения шума в ушах не стоит. Запаситесь терпением. Ну а если нельзя убрать шум мгновенно, можно ли сделать его менее заметным? Некоторые специалисты советуют заглушать его. Например, использовать белый шум или музыку, чтобы уменьшить восприятие навязчивого шума в ушах. Давайте узнаем, можно ли так поступать. Маскировать собственный шум в ушах можно и даже не нужно. За рубежом есть так называемая тина, то есть терапия, которая активно используется у пациентов с шумом в ушах. Пациент приобретает аппараты. Внешне они похожи на слуховые аппараты и на постоянной основе прослушивает звуки, которые маскируют его собственный шум в ушах. Звуки могут быть любые. Это может быть как белый шум, так и шум моря, шум дождя. Любые звуки, которые приносят удовольствие пациенту. В медицинских кругах считается, что заглушить шум другим громким шумом – не лучшая идея. Любые громкие звуки, как и постоянный шум, плохо влияют на наши уши и нервную систему. Это делает звон или жужжание сильнее и продолжительнее. Что еще усиливает шум и какой шум самый опасный – сейчас расскажу. Кофе, алкоголь и сигареты влияют на кровообращение, а значит, усиливают шум. Интересный факт, что шум чаще слышат люди, которые плохо спят. Дело в том, что усталость, как и стресс, мешает организму игнорировать внутренние звуки. Когда вы устаете, внутренний шум становится более явным и громким. Кстати, о сне. У нас на канале есть отличное видео про бессонницу, в котором мы разложили по полочкам информацию о способах борьбы с ней. Рекомендую посмотреть. А сейчас о том, какой шум в ушах самый опасный. Это шум, после которого вы можете упасть в обморок. Ведь шум в ушах в пожилом возрасте часто указывает на резкое снижение или повышение давления. При повышении давления, гипертонии, кровь давит на стенки сосудов и в ушах появляются пульсирующий шум и мушки перед глазами. А когда давление падает, например, при быстрой смене положения тела или из-за обезвоживания, кровоснабжение ухудшается и в ушах появляется звон или шипение. Нередко уши еще и закладывает, возникает головокружение, слабость и пробивает холодный пот. Если вы внезапно услышали такой шум в ушах, сядьте, чтобы не упасть в обморок. Не менее, а может и более опасен шум в ушах, который сопровождается снижением слуха. Вы что-нибудь слышали о нейросенсорной тугоухости? Это снижение слуха, которое затем переходит к частичной или полной глухоте. И развиться такая тугоухость может не только в пожилом возрасте. Начинается болезнь с шума, который как бы приглушает внешние звуки. Но бывает, что шум быстро проходит, буквально за минуту, а звуки все равно различаются не так хорошо, как раньше. Словно убавили громкость. И сейчас внимание, важная информация, которая спасет вас от глухоты. Важно начать лечение от нейросенсорной тугоухости в первые сутки или хотя бы не позднее трех суток с момента появления шума и снижения слуха. Ждать, пока шум сам пройдет и слух вернется, нельзя ни в коем случае. Можно необратимо оглохнуть, а если начать лечение вовремя, есть все шансы на полное восстановление слуха. Такая тугоухость не лечится народными средствами, какими бы эффективными они ни были. Не теряйте время на мази и на стойки. Вернуть слух помогают определенные гормоны, которые в стационаре выводятся внутривенно. Старческая тугоухость, при которой тоже бывает, шумит в ушах. А бывает и не шумит. Немного другая проблема. Ее испытывают 40% людей в пожилом возрасте. С возрастом снижаются эластичности барабанной перепонки и клетки внутреннего уха постепенно умирают, что приводит к снижению слуха. Да, мы стареем, но не возраст человека в первую очередь влияет на слух, а заболевание и неправильный образ жизни. И вы можете значительно замедлить процесс возрастной потери слуха. Просто ведите здоровый образ жизни. Он включает в себя не только физическую активность, достаточный сон и умение справляться с эмоциональными нагрузками, но и сбалансированное питание, богатое витаминами группы В, витамином Д и мат. Такое питание способствует улучшению кровообращения и поддержанию вашего здоровья и активного долголетия. Подсказку о том, какие продукты следует включать в питание для улучшения слуха, вы можете скачать, как всегда, из нашего телеграм-канала. И помните, что шум может быть признаком серьезных проблем со здоровьем, если он сопровождается снижением слуха и изменениями в самочувствии, обратитесь за медицинской помощью, чтобы определить причину и получить лечение. Примерно 10% населения Земли нуждаются в медицинской помощи при шуме в ушах, а остальные справляются самостоятельно. Что же нужно делать, как помочь себе дома при шуме в ушах? В домашних условиях надо смести к минимуму все, что может еще больше раздражать слух. Нежелательно пользоваться наушниками, следует контролировать громкость телевизора и колонок, из которых звучит музыка, а еще надо успокоиться. Выпить чаю с имбирем и медом, например. Кстати, имбирь улучшает кровообращение, что может помочь уменьшить шум в ушах. Заварите чай с кусочком свежего имбиря и добавьте ложку меда. Неплохо справляется и настой из мелисы. Мелисса с древних времен считается отличным успокоительным, а мы с вами уже знаем, что стресс усиливает проявление шума. Настой мелисы нормализует артериальное давление и способствует исчезновению шумов в ушах. Рассказываю, как приготовить. Залейте кипятком столовую ложку измельченной мелисы и дайте настою остыть до комнатной температуры. Разделите на три части и выпейте в течение дня. Для вкуса можно добавить чайную ложку меда. Многие люди жалуются, что шум в ушах так изматывает, что они готовы испытать на себе любые средства, лишь бы он прошел, и допускают ошибку. Капают непроверенные средства. Капель от шума в ушах не существует. Но на прием часто обращаются пациенты, которые уже успели самостоятельно попробовать различные народные методы лечения, которые вычитали в интернете. И к шуму в ушах присоединилась дополнительная жалоба в виде боли, распирания, раздражения кожи наружного слухового прохода. В интернете нередко советуют для уменьшения шума в ушах натирать за ушами миновазином. Работает ли этот совет? Объясните почему. Связи мази миновазина с шумом в ушах совершенно никакой нет. Но массаж ушных раковин околоушной области улучшит кровоснабжение и тем самым временно может облегчить состояние пациента и уменьшить шум в ушах. Хотите узнать какой способ убрать шум самый простой? Массаж. Ведь вы помните, что главная причина шума стресс и зажим мышц. Поэтому как бы вы не относились к массажу, он помогает и при шуме из-за проблем с сосудами и при шуме от стресса. Ведь наше внутреннее ухо, которое отвечает за восприятие звуков, питает одна единственная артерия. Если вы наладите кровообращение в ней, сняв мышечные зажимы, то шум пройдет. А давайте снимем напряжение с мышц и ушей прямо сейчас. Мягко нажимайте пальцами без сильных усилий на точки возле бровей. Затем помассируйте также точку под носом не спеша. Нажимайте мягко подушечкой пальца на нее несколько раз. А теперь возле уха. Нажимаем отпускаем, нажимаем отпускаем. Проще простого, правда? Это старая китайская техника снятия напряжения и улучшения кровообращения. Но есть еще один способ. Круговой массаж секретной точки. Откройте рот и нащупайте пальцами козелок уха. Попадите в углубление и поднимитесь чуть выше над ямкой. Это и есть нужная точка. Не закрывайте рот и массируйте точку. Движения должны быть мягкими и плавными, вызывать тепло и приятные ощущения. Делайте массаж этой точки круговыми движениями 2-3 минуты перед сном каждый день. Ну а для тех, кто не доверяет китайской медицине, есть альтернативная гимнастика. Смотрите на экран. Для начала разотрите за ушами, двигаясь снизу вверх. Действуйте мягко, но ощутимо. Затем прижмите ладони к ушам и круговыми движениями по часовой стрелке уши растирайте одну минуту. И третье упражнение растирание ушной раковины. Промните ее основательно, но опять же важный момент. Делать эти упражнения нужно каждый день минимум две недели, даже если шум исчез раньше. Вот вы и узнали три способа убрать шум в ушах. Точечный массаж, китайский массаж секретной точки и упражнения для сосудов. Итак, типичный случай от нашего эксперта. Если вас беспокоит шум в ушах, настоятельно рекомендую начать поиски причин с лор врача. Частой причиной шума в ушах бывает серная пробка или любое другое народное тело в наружном слуховом проходе. Бывали случаи, когда шум в ушах у пациентов был из-за волоса животного возле барабанной перепонки. Для более серьезных причин потребуются дополнительные методы исследования слуха, либо лор врач вас отправит к смежным специалистам. А теперь узнаем, что делать, когда услышал шум в ушах. Первым делом стоит почистить уши, но без фанатизма. Палочками можно повредить барабанную перепонку, поэтому мишуйте их глубоко. Достаточно аккуратно удалить серу снаружи. Затем проверьте артериальное давление, так как мы уже знаем, что его колебания вызывают шум. Следующий шаг – перечитайте инструкции к лекарствам, которые принимаете. Они могут вызывать такие побочные эффекты, как шум. Дальше сделайте упражнения для снятия напряжения в шее, о которых я сегодня рассказывал. И еще раз напомню, если слух стал хуже, неважно остался шум или пропал после упражнений, сразу бежим к врачу спасать себя от тугоухости. Помните, что забота о своем здоровье – главные условия для достижения долголетия. Причем долголетие не в состоянии пассивного дожития, а активного проживания и наслаждения жизни. Каждый день старайтесь находить время для физических упражнений. Не забывайте о важности питания и старайтесь сохранять позитивный настрой, ведь положительные эмоции отпугивают болезни. Не забудьте подписаться на наш канал, где мы рассказываем не только как избавляться от разных недугов, но и объясняем, почему одни средства работают, а другие нет. Следите за выходом новых выпусков и скачивайте подсказки для здоровья в нашем телеграм-канале. Здоровья и долголетия вам! скачивайте скачивайте